Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. 9 мая 1945 года. От победной канонады в Берлине и других немецких городах дрожит земля. Война закончилась, все поздравляют друг друга. В этот же день по радио передают обращение Сталина. Великие жертвы, принесенные нами воины от свободы и независимости нашей Родины, от цены над Европой. Будет развиваться великое знамя свободы народу и мира международного. Весна на улицах европейских городов настраивает на мирную жизнь. Советские солдаты ждут скорого возвращения домой. Но СССР после войны находится в состоянии разрухи. За годы войны, согласно архивным документам, были буквально стерты с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог. А полный ущерб составил более 2,5 триллионов рублей. На Западе прекрасно понимали, что СССР не скоро сможет восстановить свою экономику. Но это потребуется, ну, минимум 10 лет. Если страна-победительница не сможет полностью восстановить разрушенные города, транспортные пути и сельское хозяйство, то она превратится в отсталое государство, и нашей великой победой воспользуются другие. Обогатившиеся за счет войны США надеются совершить экономический рывок, создать самые мощные вооруженные силы, стать единственной супердержавой мира и диктовать свою волю. Именно Соединенные Штаты поставили нас в тех условиях, когда мы были вынуждены уже отвечать на новый вызов. Вызов со стороны западного мира. Вызов холодной войны. Руководство СССР уже в марте 1946 года публикует план четвертой пятилетки, согласно которому к 50-му году наша страна должна превзойти довоенный уровень как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Но сможет ли Советский Союз за пять лет достичь довоенного уровня? И успеет ли в навязанной Западом гонке вооружений обеспечить свою безопасность? Смотрите далее. Новая стратегия холодной войны. Кто в Пентагоне разрабатывал планы атомных бомбардировок по городам СССР? Соединенные Штаты смотрели на нас уже как на врага через перекресток прицел. Это было уже другое совершенно. Репарации по итогам Второй мировой войны. Как Германия компенсировала ущерб Советскому Союзу? Наши союзники практически заблокировали этот процесс. Мы перестали получать репарационные платежи из западных оккупационных зон. План Маршалла или колонизация Европы? Какую цену заплатили европейцы за американскую помощь? План Маршалла был очень важным здесь рубежом. Потому что стало ясно, что американцы вводят свой экономический рычаг в действие. Июль 1944 года. В Европе Красная Армия загоняет фашистского зверя в его логово. А в США, в курортном городке Бреттон-Вудси, проходит конференция по будущему устройству мира после войны. В отель Маунт-Вашингтон съезжаются 730 делегатов из 44 стран. На конференции присутствуют и представители Советского Союза. Цель Бреттон-Вудской конференции для Соединенных Штатов была очень конкретной. Сделать американский доллар мировой валютой. И для этого у них были все условия, все предпосылки. С одной стороны, они накопили громадный золотой запас. А поскольку они дали обязательство, что они будут обеспечивать доллар золотом, большинство стран рассчитывало на кредитную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Советская делегация Бреттон-Вудси по указанию Сталина голосует за доллар. С советской стороны это вынужденная мера. В обмен на согласие Москвы Рузвельт обещает Сталину не только открыть второй фронт и продолжать поставки по программе Ленд-Лиза, но, что гораздо значимее, кредит в размере 6 миллиардов долларов на восстановление СССР после войны. Уже тогда Сталин думает о том, как поднимать страну из пепла. Именно с этим кредитом связаны большие надежды в послевоенном обустройстве. Казалось бы, все идет по плану. Остается только ратифицировать документы. Но происходит непредвиденное. В апреле 45-го скоропостижно умирает Рузвельт. Новый президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн, в отличие от Рузвельта, настроен по отношению к СССР враждебно. Вместо того, чтобы остаться союзниками после войны, Соединенные Штаты и Англия стремятся изолировать СССР от остального мира, готовятся к войне против нас и готовы сделать все, чтобы наша страна не восстановилась. Уже к лету того же года Трумэн объявляет о прекращении действия программы Ленд-Лиза для Советского Союза. Более того, он требует от Москвы США неоправданных платежей по погашению задолженности по Ленд-Лизу. О многомиллиардном кредите, обещанном его предшественникам Рузвельтам, и вовсе речи нет. После знаменитой речи британского премьера Черчилля в 1946 году в американском Фултоне начинается холодная война. Кроме того, разведка передает, бывшие союзники уже строят планы нападения на СССР. Первый план, получивший название «Тоталити», появляется у вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции уже в ноябре 1945 года. Когда было испытано ядерное оружие, и самое главное, американцы его применили против Хиросимы и Надагасаки, мир вступил в новую стадию. Теперь у американцев, да, и Трунман тоже об этом, кстати, говорил, появилась дубинка, как он, американский президент, сам выражался для этих русских парней. Этот план не осуществился лишь потому, что у США на тот момент не было в наличии необходимого количества атомных бомб. А на границе Западной Европы еще стояла многомиллионная советская армия. Ясно было, что первостепенной задачей является ликвидация атомной монополии Соединенных Штатов. Поэтому на это были брошены. Огромные средства были брошены. Это понятно. Это было важнее всего. Что, естественно, конечно, затрудняло задачу восстановления гражданской экономики. Но с этим приходилось мириться. В ответ на отказ нового американского президента выделить обещанный Рузвельтом кредит на восстановление СССР, Сталин отказывается ратифицировать Бреттон-Вудские соглашения. Фактически Советский Союз остается один на один с проблемой восстановления своей экономики. Помимо этого, Сталин понимает, что теперь придется восстанавливать и развивать не только мирную, но и военную промышленность. На тот момент, да, тогда еще не все было понятно. Тогда еще не было Варшавского блока. Тогда еще даже не до конца было понятно, куда будут дальше двигаться отдельные страны. Даже та же Польша. То есть, в принципе, Сталин исходил из того тейса, который он озвучил еще где-то в конце 20-х годов. А именно тейс о том, что возможно строительство социализма в отдельно взятой стране. Но сначала надо поднять страну из руин. Но каким образом? И за счет чего? Если основной ущерб Советскому Союзу был от Германии, значит, она и должна заплатить. Хотя бы небольшую часть от военных потерь. Но можно ли восполнить государственную казну за счет репараций от побежденной Германии? И даже западники признавали, что вот эта сумма в 20 миллиардов, которая была предназначена для всех пострадавших от германской агрессии, только половина бы отошла Советскому Союзу. Другое дело, что почему нам Запад отказал в этой законном признании, что ли, этого, этой суммы, обескровливать Германию слишком тяжелыми большими репарациями, им не хотелось. Позже, летом 45-го в Патздаме договариваются, что репарации будут выражены не в денежной, а в имущественной форме. Правда, общая сумма германского имущества, которое страны-победительницы могут вывести из своих зон оккупации, так и не оговорено. Было принято решение, что репарации в нескольких формах, то есть это единовременные поставки промышленного оборудования, мощностей заводов и так далее, ежегодные поставки непосредственно материалов, которые будут произведены, ну и рабочие силы. По данным главного трофейного управления, опубликованным в 1990-х годах российскими исследователями, в СССР, в частности, было вывезено из Германии 72 тысячи вагонов строительных материалов, около трех тысяч заводов, 96 электростанций, 340 тысяч станков, 200 тысяч электромоторов, 1 миллион 335 тысяч голов скота, 2 миллиона 300 тысяч тонн зерна. Но насколько этого хватило? И хватило ли? Попробуем сравнить с финансовыми вливаниями США в восстановление Европы. Смотрите далее. Почему СССР не поддержал американский план восстановления Европы? Как Сталин освободил рубль от доллара? Каким образом США добились лояльности западных правительств? После окончания Второй мировой войны у европейских стран нет средств на самостоятельное восстановление. И тут на сцену выходит США. Вашингтон предлагает свою финансовую помощь для восстановления Европы. Америка в 2-2,5 раза увеличила свою экономическую мощь. Занятость производства вооружений, производства товаров. И вот война заканчивается, и возникает кризис перепроизводства. 5 июня 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл, выступая в Гарвардском университете, представляет план помощи Европе, который рассчитан на 4 года. У меня в руках уникальный архивный документ. Это первая страница так называемого плана Маршалла. Многие слышали о нем, однако мало кто знает, в чем его суть. План Маршалла состоял в том, что Соединенные Штаты предоставляли из своего бюджета финансовую помощь странам Западной Европы в виде безвозмездных субсидий и займов. Общая сумма ассигнований составила 13 миллиардов долларов. Однако сложно представить, что правительство Соединенных Штатов Америки делало это из чисто альтуистических соображений. Оно придерживалось иного принципа. Помогая другим, помогаешь себе. После войны авторитет Советского Союза как страны-победительницы в мире огромен. Образовывается целый ряд государств, таких как Венгрия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Югославия и Польша, ориентированных на преимущества социалистического строя. Право на труд, очень серьезная социальная защищенность, то есть право на жилье, на бесплатное образование, бесплатную медицину, поголовное, обязательное, среднее образование, бесплатное высшее образование. Это те вещи, которые очень привлекали. США всерьез обеспокоены усилением и распространением коммунистической идеологии по обе стороны Атлантики. Надо понимать, что с 1945 года, после окончания Второй мировой войны, мир разделился на два противоборствующих лагеря. Лагерь социализма и западной коалиции. С одной стороны, возглавляла эту коалицию США, бывший союзник по антигитлеровской коалиции, который взял курс развалить, стереть с мировой политической карты Советский Союз. А с другой стороны, этому противостоял Советский Союз и так называемые страны социалистического лагеря. Одним из главных условий для всех западноевропейских стран, подписавших план Маршалла, становится вывод коммунистов из состава своих правительств. Это была такая многоходовка, безусловно, со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть Соединенные Штаты хотели, по сути дела, вот этим планом Маршалла произвести новый этап завоевания мира. В СССР к плану Маршалла относятся отрицательно, считая, что с помощью него США после Второй мировой войны давят на Советский Союз. Подобной точке зрения придерживаются некоторые видные политики на Западе. Бывший американский вице-президент Генри Уоллес, работавший еще при Рузвельте, раскритиковывает программу помощи Европе. Он открыто называет новый план инструментом холодной войны против СССР. Особенно с учетом того, что план Маршалла осуществляется в тесной связке с доктриной Трумэна. Доктрина Трумэна. Внешнеполитическая программа, выдвинутая президентом США Гарри Трумэном, 12 марта 1947 года. Она была направлена на ограничение усилившегося после Второй мировой войны роста сил социализма, оказание непрерывного давления на СССР и другие страны социалистического блока, поддержание реакционных режимов. То есть, по сути дела, американцы делали вот эти европейские государства вассалами Соединенных Штатов Америки, экономическими вассалами, а потом и политическими вассалами. При этом контроль над расходами, выделенных европейским странам субсидий, остается в руках американцев. Для этого создана Администрация экономического сотрудничества, во главе которой стоят крупные американские финансисты и политики. Фактически у Европы, по сравнению с СССР, огромная фора в экономическом соревновании в размере 13 миллиардов. Упор делался еще и на развитии промышленности. Американцы по плану Маршалла и технологии передавали, и целые линии производственные. Американцы стимулировали создание крупных предприятий, такую, своего рода, современную, модернизированную индустриализацию. По отдельности, европейские страны не смогут выбраться из этого затяжного кризиса. И в этом смысле, да, план Маршалла способствовал, конечно, экономической интеграции Западной Европы. После победы Советский Союз мечтает начать спокойную мирную жизнь, но приходится готовиться к борьбе за выживание. Еще вчера мы были с США союзниками в войне против Гитлера, а теперь американские генералы активно втягивают нас в новое противостояние. В 1948 году разведка докладывает Сталину, что в Пентагоне разработан секретный план Чариотир. Согласно плану Чариотир, новая война с Советским Союзом должна была начаться в середине 48-го года с концентрированных налетов с использованием атомных бомб против промышленных, правительственных, политических и административных центров избранных предприятий нефтеочистительной промышленности. Судя по этой карте, только в первый месяц войны наши бывшие союзники планировали сбросить на 70 советских городов 133 атомные бомбы, из них 8 на Москву, 7 на Ленинград, а еще на Казань, Новосибирск, Нижний Тагил, Тбилиси, Грозный, Иркутск. Это жутковатая картина. США надеялись, что благодаря своему экономическому и научному потенциалу им удастся надолго сохранить монополию на обладание атомным оружием. Контраст между американскими условиями жизни и той нищетой и разрухой, в которой жил советский народ в послевоенные годы, был очень резким. ВНП США вырос почти в два раза за годы войны, а у нас он сократился. Да, оборонная промышленность сумели воссоздать в годы войны, и даже она превысила, конечно, все эти двоенные показатели, но в остальном-то экономика только пострадала. Именно поэтому нам было трудно что-то противопоставить Соединенным Штатам в экономическом плане. Между экономиками двух стран существовал огромный разрыв. Ситуация дополнялась тем, что в США атомная бомба появилась на свет как бы специально для того, чтобы придать подавляющему американскому превосходству над СССР несомненный и угрожающий характер. Ведь в 1948 году у Советского Союза атомная бомба была только в проекте. Американцы давали прогноз, что мы сможем сделать ядерное оружие в 1945 году после Харасима Нагасаки лет через 10. Еще во время войны советская агентура передает в Москву чертежи американской атомной бомбы. Однако, даже обладая исчерпывающими разведданными, невозможно сделать атомную бомбу без создания урановой промышленности, без успешного решения огромного количества научно-теоретических, экспериментальных и инженерных вопросов. Чтобы решить все эти вопросы, в СССР создается специальный комитет, председателем которого назначен Лаврентий Берия. А всеми научными изысканиями занимается академик Игорь Курчатов. Курчатов говорил, надо делать вот так, а Берия оформлял их правительственные решения. Причем решения эти комитеты не могли обсуждаться, не могли изменяться. Если надо было, их подписывал Сталин. Курчатов, кто он такой? Он прекрасно совмещает в себе хорошего организатора, крупного ученого и специалиста именно в этой области. Значит, вы рекомендуете Курчатова, так? Да, конечно. Да. Где он? Он на флоте. Отзовите. Мы фактически не просто строили реактор, допустим, а мы как бы создавали заново промышленность в смежных отраслях, в разваленной, разрушенной стране. Смотрите далее. От чего зависела судьба атомного проекта в СССР? Почему США проиграли в ядерной гонке? И как Советский Союз восстанавливал оккупированные нацистами территории? 6 ноября 1947 года министром иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сделал в ТАСС официальное заявление о том, что ядерная бомба, как секрет, давно уже не существует. Что было, конечно, чистой правдой. Но анекдот-то заключается в том, что и в Европе, и в Соединенных Штатах посчитали его слова чистым блефом. Откуда русские могли знать про атомную бомбу? Западные аналитики всерьез полагали, что русские к самостоятельному изготовлению бомбы могли бы приблизиться только к середине 50-х годов. За это время, кстати, можно было бы попробовать большевиков стереть с лица земли. Что представлял собой СССР после войны? Государство самой боеспособной и обученной армии в мире, превосходящее все остальные по количеству пушек, танков и самолетов. На этом плюсы заканчивались. Советский Союз был не просто ослаблен четырехлетней войной, практически истощен. Страшная разруха в стране была, понимаете. Белгород, Орел, Сталинград и так далее. Все разрушено. И туда шли огромные усилия. Но надо было решить технологические вопросы. Надо было поднять, я сказал, всю промышленность на тот уровень, который требовался для решения этих технологических сложнейших проблем. Для создания бомбы в СССР не было ничего. Ни уранового сырья, ни прочих природных ископаемых, атомных лабораторий, заводов, реакторов, квалифицированной рабочей силы. Национальный доход, допустим, в США был в пять раз больше, чем у нас. То есть у них возможности были несоизмеримы с нашими. Они могли бросать миллиарды. Они могли находить, допустим, там 12 тысяч тонн серебра на решение проблемы, связанные с созданием разделительных университетов по Урану. Это электромагнитный метод. Ну а где бы мы могли такие дойти, значит, количество? Параллельно с атомным проектом приходится решать и другие сугубо мирные вопросы. Пятелётку в СССР никто не отменял. В соответствии с принятым правительством планом необходимо построить новые заводы и фабрики, школы и больницы. Годом раньше была завершена первая послевоенная пятилетка. Шесть тысяч восстановленных и построенных заново крупных предприятий вступили в строй. Я помню вот это время, я рос в Уфе, в провинции. Так что, да, утро начиналось с того, что занимали очередь в магазине за хлебом, за мукой, за крупой. Потом приходили родители перед работой, чтобы уже купить. Всё это подсобное хозяйство, конечно. Какой-то радикальный наметился перелом, но психологически было очень важно. Это было ощущение того, что жизнь приходит в норму, что дальше жить будет лучше, что это только начало. Вот это я помню. При этом необходимо создать приемлемые условия для людей сразу, а не завтра. Вот один из локомотивов программы восстановления по задумке Сталина и его команды. Гитлеровцы нанесли огромный ущерб народному хозяйству. Фашистскими захватчиками было оккупировано полтора миллиона квадратных километров территории нашей страны. Шесть советских республик подверглись оккупации полностью и две частично. До войны это была наиболее развитая в промышленном отношении и наиболее населённая часть страны. В соответствии с пятилетним планом необходимо также начать восстановительные работы на Украине, Белоруссии и Молдавии безотлагательно. Уже к 50-му году будет восстановлено и вновь сооружено свыше шести тысяч промышленных предприятий. Останавливались электростанции, Днепрогрессы, Запорожье-Сталь, машиностроительные предприятия. Всё это было необходимо для страны, для развития экономики. Но вкладывались деньги и в науку. Средства науки были увеличены в три раза. Буквально вот в эту первую послевоенную эпидемию. Для того, чтобы создать новые отрасли, которых раньше не было. Но стимулировать рост экономики и без повышения уровня благосостояния народа крайне сложно. Необходимо не только строить заводы и фабрики, но и решать проблему с жильём. С жильём ситуация была ах. Более пяти миллионов домов, по некоторым данным, просто уничтожили вот этим молохом войны. Советское руководство утверждает широкомасштабный план жилищного строительства. Планируется построить свыше 50 тысяч индивидуальных двух-трёхкомнатных домов. Сталин отдаёт распоряжение Центрального коммунального банку выдавать гражданам ссуды в размере 10 тысяч рублей. При средней зарплате того времени 500-700 рублей. Человек мог получить ссуду, на это специально выделялось Центральным банком, 1 миллиард рублей. Мог получить это ссуду и потом выплачивать её в течение определённого времени за 1% от этой суммы. Восстановлением страны занимаются не только женщины, старики и подростки, заменявшие у станков мужчин в годы войны, но и 10 миллионов демобилизовавшихся солдат Красной Армии, вернувшихся домой на родные предприятия. Было стахановское движение, было движение рационализаторов. По ежегодным отчётам Госстата, значит, у нас каждый год, значит, регистрировалось полтора-два миллиона таких рационализаторских предложений. А ведь это тоже снижение издержек производства. Отчасти присутствовал послевоенный энтузиазм, консолидация общества, существовало понимание общих целей. Два миллиона военнопленных немцев трудились в СССР, искупая свою вину. Но всё же их труд не нужно переоценивать в духе того, что СССР был восстановлен исключительно немцами. Итак, у Советского Союза есть человеческие и материальные ресурсы, но денег на восстановление катастрофически не хватает. В военное время в СССР выпущено большое количество денежных купюр. Это было связано с огромными расходами на военные нужды. Как ни крути, ни верти, во время войны любая страна начинает, значит, имитировать дополнительное количество денег. Происходит обесценение этих денег, ну и происходит замена одних денежных единиц на другие. В итоге, после победы, в обороте находится в 4 раза больше денежной массы, чем до войны. В послевоенное время это может привести к обесцениванию рубля. Сталин принимает непростое решение – отменить карточки и провести денежную реформу. Но в данном случае это не просто была замена одних денежных единиц на другие, это отчасти ещё и преследовалась конфискационная цель. Потому что что там греха таить? На войне многие нажились. Большая часть населения ничего не потеряла вот этой денежной реформы. В чём смысл денежной реформы? Избежать инфляции. А для этого необходимо изъять из оборота денежные купюры старого образца и обменять их на новые рубли. Первые подвижки в этом направлении начнутся в 1946 году. Но в тот год в Советском Союзе выдаётся очень жаркое лето. Засуха. Гибнет весь урожай. Это грозит стране голодом. Денежную реформу откладывают на год. 11 декабря 1947 года отделами МВД страны получены пакеты, вскрыть которой надлежит 14-го числа того же месяца руководителям Сберкасс и прочих отделов финансовой структуры. В данных пакетах излагается суть денежной реформы, а также содержится подробная инструкция по обмену финансовых средств населения. Смотрите далее. Почему советская денежная реформа поставила в тупик западных финансистов? Кто умолял американского президента сбросить атомные бомбы на Кремль? И как Советскому Союзу удалось обогнать США в развитии атомной энергетики? 15 декабря 1947 года было обнародовано постановление о проведении денежной реформы в СССР. В нем говорилось о порядке обмена денег и условиях переоценки личных вкладов граждан в сберегательных кассах. Так, например, при обмене наличных денег за 10 старых червонцев давали новый рубль. На обмен правительство отводило не так много времени, чуть больше двух недель с 16-го по 29-й декабря. Благодаря перерасчету Госбанку удалось собрать немалую сумму 14 миллиардов рублей. Вместе с обменом денег с 16 декабря в СССР отменяется и карточная система. На момент проведения реформы рыночные цены превышают стоимость товаров по карточкам примерно в 10 раз. Новый порядок формирования цен должен существенно снизить эту разницу. Люди увидели, что они могут свободно теперь покупать товары народного потребления, продукты прежде всего. Ведь известно то, что, например, в тех же самых Великобритании карточки были отменены только в середине 50-х годов. То есть мы раньше многих других стран отменили эту карточную систему. Сегодня москвичи вместе со всей страной узнали о новой большой победе на фронте послевоенных строительства, о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Именно эти деньги, а не обещанные ранее американские кредиты, направляются на восстановление послевоенной экономики страны. Для западного мира это станет полной неожиданностью. Капиталистическая система терпит серьезное поражение в экономическом соревновании с Советским Союзом. К примеру, в Великобритании, на территории которой фактически не было военных действий и которая пострадала в войне несоизмеримо меньше, чем СССР, карточная система действовала вплоть до 1954 года. Ситуация усугублялась еще и тем, что в это время в Соединенном Королевстве шли забастовки шахтеров, требующих обеспечить им уровень жизни, как у советских шахтеров. Ведь это были тяжелые времена для Великобритании. Они теряли еще и свои колонии. В 1947 году потери Индии с ее ресурсами. Цены тоже росли, так говоря, на британскую экономику. План Маршалла подействовал, может быть, меньше, чем на другие страны. Хотя Великобритания получила больше всего средств, если посмотреть на цифры. Британский премьер, говоря о расширении коммунистического влияния в Европе, буквально умоляет американского президента сбросить атомные бомбы на Кремль. Но США выбирают другую тактику. Весной 1949 года Вашингтон инициирует создание военного блока НАТО. Официальные цели НАТО, заявленные изначально и остающиеся такими вплоть до настоящего времени, это создание системы коллективной безопасности, системы коллективной обороны против возможной внешней агрессии на территории Северной Атлантики. На самом деле для борьбы с так называемой советской угрозой. Но в чем же она заключалась? Невероятными усилиями всего за 4 года СССР все-таки создает первую атомную бомбу. Ее испытание в 1949 году в корне изменит международную ситуацию. Американцы лишаются атомной монополии. Отныне СССР еще одна атомная супердержава. Этот проект продемонстрирует не только наши сильные стороны. Он докажет способность страны решать в кратчайший срок самые масштабные и сложные задачи. Американцы привыкли идти постепенно. Ну, шаг за шагом. Классическое развитие науки. А русские чем отличаются? Они прыгают через ступеньку. После успешного испытания первой атомной бомбы советское руководство задумывается о возможном использовании атомной энергии в народном хозяйстве. Решено построить первую в мире атомную электростанцию. В Калужской области запущена в работу Обнинская АЭС. Ее мощность составляет 5000 киловатт. Причем станция многофункциональна. Она вырабатывает не только электроэнергию, но и тепло. Первая советская атомная станция в Обнинске вызывает огромный интерес. Не только в нашей стране, но и за рубежом Обнинск станет местом паломничества государственных деятелей, ученых и специалистов из разных стран. Однако перед советскими учеными-конструкторами стоит очень непростая задача преодолеть недоверие и скепсис мировой общественности и показать, что атомная энергия может не только разрушать, но и созидать. США и западные европейские страны пытаются обогнать Советский Союз в развитии атомной энергетики. Американские политики и научные деятели долгое время отказывались признавать Обнинскую АЭС как промышленный объект, называя ее исключительно научным центром. Они утверждали, что первая атомная электростанция, которую запустили в 1958 году, была возведена в американском штате Пенсильвания. И все же самая первая в мире атомная электростанция была построена в СССР. Причем уже к концу четвертой пятилетки, в 1950 году. В 1946 году Курчатов попросил написать подробный план атомных исследований в Советском Союзе, где были вписаны атомные станции, ледоколы, подводные лодки, где были написаны использованные радиационные, в сельском хозяйстве. Огромный документ. И он представил этот документ Сталину. Сталин сказал, хорошо, будете всем этим заниматься, как только сделаете бомбу. И так и было. Несмотря на то, что Советский Союз еще полностью не восстановился после войны, он активно помогал другим странам. Пережив страшную войну, наша страна была заинтересована в сотрудничестве с восточноевропейскими странами, поскольку оно сближало народы и увеличивало безопасность Советского Союза. Ведь с каждым годом нарастающее противостояние СССР и США становилось все более острым. Главным достижением поствоенной пятилетки стало улучшение качества жизни людей в СССР. Налицо было экономическое чудо, которое историки сейчас называют сталинским. Советский Союз смог не только преодолеть разруху, но и выйти к 50-му году на высокий темп экономического роста без всякой помощи из них. Для Западной Европы впоследствии плана Маршалла оказались неоднозначными. С одной стороны, американские деньги преобразовали Европу, но с другой стороны, почти все страны, участвовавшие в этом проекте, утратили свою независимость. Политическая составляющая плана Маршалла не оставила им выбора, превратив западноевропейские страны в сателлитов Соединенных Штатов Америки. Продолжение следует...